всем доброго утра сегодня у нас 23 августа или 23 или 24 день нашей экспедиции мы уже теряемся в словах цифры в датах более в днях неделях уже запутались прощаемся сегодня с этим замечательным местом это место именуется как петеречья под загорели такая стоит погода жара из палаток солнышко нас выгонять в 5-6 утра смотрите что творится мы специально спрятались в тенечек загар мы вернемся отсюда как не то негра не то индейцы не знаю сегодня кстати горы в дымке это значит будет жара то есть на перевале тоже будет жара нам сегодня надо проехать порядка и 50 километров нам ну короче задача такая чтобы перевалить опять на сторону коми опять в наш часовой пояс потому что здесь плюс два там ноль относительно москвы вот но я думаю перевалим возможно увидим тяжелое машиностроение то есть рудник какой-то там есть хитрый ну как бы опять станем на какой-нибудь живописной реки я надеюсь еще из новостей вчера вечером к нам подъехала спецтехника гтс к гусянка вот ребята поломались попросили помощи на нашей полянке ремонтировали сцепление и поломки случается достаточно часто но хочется особо отметить людей которые живут работают в этих условиях в этих местах то есть представьте ребята за сутки дважды снимали вдвоем коробку из двух сцеплений собирали одно сцепление у них там кончились инструменты не было болгарки моим дали болгарку отрезные диски они все до глубокой ночи чинили мы с чем-то там покормили там рыбкой пойманной гречкой они дальше ремонтироваться и все это на позитиве на таком то есть они не унывают они не ноют ничего отношения они просто это делают каждый день прибирают двигатели проекты я к тому что эту эту страну не победить собираем да поехали чуть-чуть ходим дальше и и Но нам по-любому надо возвращаться, потому что это вообще не та дорога идёт. Вот она по реке, вот она в реку, и по реке идёт. И это вот больше правильно. Ну а нам по-хойли, а не по-эру, по-моему. Трек-то по-хойли, шёл всё. Саш, вы то, что отбивали точки по реке, когда дорога шла, это была по-эра? Проехали 20 минут с точки нашего лагеря. Здесь такое количество дорог в районе Петеречья, что мы уже заблудились. То есть ехали-ехали, вроде думали, что всё хорошо, потом смотрим, дорога резко забирает на юг, прямо стремится на юг вдоль хойлы. А нам туда совершенно не надо. Нам надо на по-эру. И сейчас пришлось возвращаться. Сейчас чуть отъедем назад. И надеюсь, что встанем на правильный курс, на нужный курс. Потому что, ну, тут действительно такие лабиринты из дорог, что так сразу и не поймёшь. У нас четыре карты. И по всем четырём картам мы пока разобраться не можем. Наезжено много. Где-то отворотки, где-то объездки, где-то летники, где-то зимники. Тут ничего не понять. Вот, поэтому сейчас возвращаемся и будем искать нужный трек, нужный маршрут. А дороги здесь так себе. Прям не сказать, что подарок. И крутые спуски, и подъёмы, и глиняные ванны. И клиренса нам не хватает после гусеничной техники. Буксун потихоньку. Но пока всё хорошо. Ещё самое утро. Мы бодрые и веселые. Если мы поедем прямо, у нас будет потом возможность в районе правой поэры повернуть налево. И они сойдутся с этой дорогой, если мы сейчас повернём налево. То есть тут прямо каскад этих дорог. Ну, прямо-то более прокатанная. Может быть, всё-таки прямо поехать. Можем поехать прямо. Она пересекает правую поэру. Либо, не доезжая правой поэру, она уходит налево. Ну, поехали прямо тогда. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Что хочу посоветовать, порекомендовать, кто пойдет после нас этим маршрутом. Обязательно в команде должны быть опытные штурманы с хорошим наработанным пробегом. Без штурманов здесь реально опасно. Можно словить крен, можно положить машину на бок или сделать уши. Это все закончится плохо. Поэтому штурманы в первую очередь. Про водителей я не говорю. Водители это само собой разумеющиеся. И берите с собой запчасти. Максимум запчастей. Вот как пример, вы видели, что у Андрея вышел из строя натяжитель ремня и ремень слетел и начал махратиться. То есть вроде бы мелочи поменять 10 минут. Но если его нету, то могут быть проблемы. Поэтому запчастей по максимуму. Если все эти условия вы выполните, вы будете наслаждаться этими прекрасными видами, этими красотами. Здесь действительно классно. Надо сейчас провести осмотр. автомобиля Максима. Максим говорит, что на подъеме у него начала расти температура. Да, в голову уходит от нас зайчик, по камушкам прыгает. Хотя у нас температура очень низкая. Стабильно 81 градус. Максим говорит, что с печкой у него 86. Может быть и ветка попала в систему охлаждения и наделала там бед каких-то. Может быть что-то с вискомуфтой. Сейчас заберемся на безопасное место и надо будет смотреть, разбираться с этим вопросом обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Допуск закончился успешно. Все прошло хорошо. Продолжаем наше движение. Мы уже прошли 15 километров. Ну, с учетом того, что мы в начале пути сегодняшнего дня заблудились. Ну, я думаю, что в районе 11 километров. Всего у нас запланировано 50. Примерно плюс-минус. Может быть чуть меньше, может быть чуть больше. Так что мы в хорошем графике. Едем, наслаждаемся видами. Через пару часиков сделаем установочку. Достанем термосы. Перекусим. И продолжим наш пусть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда такие спуски и подъемы встречаются на пути, что на спусках ты просто висишь на ремне, то есть не касаясь подушки сидения, не касаясь спины, просто болтаешься вниз. А из багажника на тебя сыпятся какие-то легкие вещи, которые уложены сверху. А подъемы такие, что ты ориентируешься только на голос штурмана, который звучит из рации, потому что ты видишь капот и видишь просто небо. И больше ничего. А на этом подъеме еще нужно маневрировать. Вот здесь вот очень хорошо помогают передаточные числа, заниженные в раздаточной коробке, которые позволяют ехать в натяг на самых-самых малых оборотах. Это очень важно в такой вот местности, где изобилуют такие вот геометрические препятствия. Но у нас все хорошо. Едем не быстро, но слаженно, четко. Все у нас получается. Так что я думаю, что мы сегодня добьемся, достигнем поставленной цели, поставленной задачи и станем лагерем в намеченном месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok мотоцикл на себя и потихоньку, потихоньку, потихоньку проводят его. Мы же едем на самых малых оборотах, то есть трясет жутко, просто караул. То есть потихоньку, потихоньку, но это такое испытание для подъезда, для трансмиссии автомобиля, это очень жестко. А впереди еще, ну сколько вот видно, это все как камни, 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 без конца и без края. Ну вот, такой участок. Он не похож на предыдущие, он по-своему интересный, но по-своему очень сложный. Я вижу, что впереди штурманы уже вышли и начинают уже траекторию искать между камней, то есть напролом уже напрямую не проехать, то есть надо выбирать оптимальная траектория. Попал камушек, механизм тормозной и никак не выпадывая, ехать засаждают, ну и диск поцарапают, вот тоже ничего хорошего. Выстремленное колесо с кинами. Давай положим-то мы здесь. Вот он, нарушитель нашего спокойствия. Скрипун проклятый. Порядка часа мы уже преодолеваем это каменное поле и ехать очень тяжело. Машину качает, трясет, дергает, ну прямо вот потихонечку-потихонечку крадемся. У байкеров получается еще хуже, им еще тяжелее гораздо. И сейчас вот два штурмана идут к ним навстречу, чтобы им помогать вести мотоцикл, каждый мотоцикл вдвоем. Они проходят 10 метров, отдыхают, смотрят траекторию. То есть то, что для нас сейчас более выигрышная позиция, для них более тяжелая, более сложная. Проехали этот участок. Очень хочется умыться и перекусить. Там ледничок, и с него течет леденющая вода. Чистая, прозрачная, ледяная. Стоишь ногами, и они прямо так оклевают потихонечку. Но умыться то, что надо. Все, выезжаем наверх. Продолжение следует... Я думаю, до асфальта дойдет. Думаешь, походит еще? Думаю, да. Думаю, до асфальта дойдет. Жень, что проверяете? Смотрим сайлентблоки, панары. На этих камнях идут сильные удары по передним колесам, по всей рулежке. И сайлентблоки выходят из строя раньше... Намеченного срока. Да, предполагаемого срока. Поэтому машинки проверяем часто, чтобы избежать серьезных поломок. Контролируем работу всех узлов. На этом маршруте лучше лишний раз заглянуть под машину, чем дождаться того момента. Чем видеть отрывающееся колесо рядом. Когда вынуждено придется залезть и ремонтировать. Когда произойдет рецидив. Что, может пока ребята подтягиваются? Я предлагаю разогреть котел, разогреть и покушать в горячем воде. Чтобы вода на дно села, он подваривался. Андрюха уже все угодно. Да? Он послал. Он уже сожел-то еще. Опять повернулся. Байкеры вернулись. С камней приехали. Вот что с ними происходит. Вот это сильно. Все делаем привал. Отдыхаем, обедаем. Валяемся. Может и даже ботинки. Давай, Володя, отнесу. Володя. Классный был участок, я понял. Крышечка здесь. Профилактика генератора щуточного узла ТД-42 в полевых условиях. Промываем не первый раз. Промываем все вот такой жидкостью, вюртом. И промываем все сжатым воздухом компрессор от автомобиля. Промуем все вот такой жидкостья. недолго мы ехали по ровной дороге снова перед нами каменное плато опять первое пониженное опять крадемся проезжаем по озеро вот и 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 Сел, сел, хорошо перед плом роем. Все, короним. Надо ко мне дождаться и сейчас мы поедем. Передняя, левая. Ощущение, что да. Я даже когда наезжаю, что колесо ростует. Ощущение, как будто тросом с глюком бьют. Такой муховатый, но не прямо, что экстрим. Парни, что с твоей стороны? О, вот точно слева. Слева, слева. Игорь, да, у нас вверх нет сбойла. Мы находимся в месте, где сменился водораздел. Мы стояли на вершинке, и вода текла направо. А сейчас вода течет налево. То есть мы водораздел перешли. Очень прикольно. А это озеро большое, Койло. Очень красиво. В лучах заката. Выглядит все это просто потрясающе. Прям как специально тут это придумывал. Прямо, как специально тут это просто потрясающе. Прямо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каменная река не пропустила нас просто так Пришлось ей отдать кое-что И это кое-что Нижнее крепление амортизатора переднего левого Его оторвало полностью от моста Доедем до лагеря Будем варить Может завтра с утра, может сегодня вечером На поведение машины не сказалось ровным счетом никак Вообще Только постукивания появились и все Так что вот Мелкие поломочки И к ним нужно быть готовым На подъездах к габаритовому руднику Совсем неподалеку Наткнулись вот на такую вот заброшенную базу Не знаю, что здесь был Какой-то перевалочный пункт Понятно, что здесь есть строение Жилые модули Там остатки техники Бочки, видимо, под ГСМ Вот так здесь человек-то, судя по всему 40-50 Сперва я думал, это прицеп А это больше Урал С кабиной Вот так вот Мы сегодня заехали в заброшенный боритовый рудник И на смотровой площадке я нашла вот такую сумку Вместе с Максом мы в нее заглянули И здесь обнаружился бинокль Он в явно хорошем состоянии Сумка сделана вручную Поэтому, владелец, если ты посмотришь наше видео Узнаешь свой бинокль, свою сумку Которую оставил на боритовом руднике Пиши на нашу клубную почту И мы обязательно с тобой свяжемся И как-нибудь его тебе отправим На технологической дороге встречаются промойны Промойны достаточно опасные Некоторые хорошо читаемые Некоторые вообще не видны И нужно ехать очень аккуратно Вот сейчас мы подъехали к одной из таких промоин Сейчас будем ее аккуратненько переезжать Сейчас посмотрим, как ребята переедут И мы вслед за ними Нет, людей нет, только мотоциклисты Ехали, ехали, ехали издалека Казалось, как будто техника какая-то стоит Ну, может, думали, туристы там Или рыбаки, или еще кто-то А подъехали, вот Заброшенная техника стоит На берегу реки А вон наша дорога, я так понимаю Вон она наша дорога Вон она Не, вот Вот ее Посмотрите, какая ребятка здесь Это вам не пятнадцатитысячная Двадцатитысячная Слушай, нам такая надо Ставались с направляющими Она и вперед, и назад Тут через блоки Вообще, мне кажется, у нее тяга Ущелье не манерная Мне кажется, у нее передач больше, чем у нас В коробке Да, да Андрей, а вот я тебе эту кувалточку нашел Молоточек Что-то ты с молотком-то С небольшим Тут даже подача масла, смотри Выбрали место для стоянки Для нашего лагеря Время уже позднее Сейчас будем парковаться Отдыхать За сегодняшний день мы проехали Пятьдесят пять километров Время в пути составило Десять часов сорок две минуты День был тяжелый Очень много было камня Спуски, подъем День был очень насыщенный Поэтому так Подутомились, подустали, честно говоря Поэтому сейчас располагаемся Ужинаем побыстренько Мы будем отдыхать, спать Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok